Быстро, понятно и эффективно. Три ключевых слова, которые наиболее ярко характеризуют деятельность центра «Мой бизнес». Такой подход принципиально изменил формат сотрудничества государства с предпринимателями. Открыть свое дело стало гораздо проще. Учитывая сложившиеся экономические условия, закрытые границы и санкции, это более чем актуально. Как помогают предпринимателям республики, какие услуги оказывают центры «Мой бизнес» в Карачаеве-Черкесии, мы попросили рассказать директора центра Диану Хубиеву. Диана, здравствуйте. Прежде чем мы начнем обсуждать, перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора, давайте напомним сначала нашим зрителям, что такое центр «Мой бизнес» в Карачаеве-Черкесии и в чем заключается его главная задача. Центр «Мой бизнес» в Карачаеве-Черкесской республике – это многопрофильная площадка, инфраструктура поддержки бизнеса, малого и среднего бизнеса нашего региона. Основная ее задача – это поддержка, государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы живем в непростое время, тем не менее мы видим, что предприниматели Карачаеве-Черкесии, они сидят без дела, они продолжают развиваться, осваивают новые рынки, какие-то площадки находят для себя. Скажите, какие меры поддержки в основном запрашивают представители бизнеса? Сертификация продукции и услуг. То есть, поскольку у нас много сейчас предпринимателей, которые реализуют свой товар через маркетплейсы, эта услуга стала одной из самых востребованных. То есть, мы полностью декларируем, сертифицируем и продвигаем их товар. Я думаю, Вы согласитесь со мной, что у нас в республике очень много молодых, креативных людей, которые хотели бы заняться своим делом, открыть свой бизнес, но не знают, с чего начать. Вот что бы Вы им посоветовали? На какие направления обратить внимание? Какой рынок сегодня, на Ваш взгляд, наиболее перспективный? И скажите, эти молодые люди могут рассчитывать на поддержку со стороны государства? Да, конечно, к нам очень часто обращаются молодые люди. Молодые предприниматели у нас считаются от, уже даже сейчас, с 14 лет до 35 лет включительно. Мы уже на протяжении нескольких лет, благодаря федеральной поддержке, выдаем гранты для молодых предпринимателей для начала или же развития своего бизнеса. Гранты небольшие, но для предпринимателей именно в их возрасте они очень актуальны. Кроме того, мы помогаем им стать самозанятыми гражданами, поскольку мы всегда рекомендуем сначала начать с маленького, чтобы не платить большие налоги. А также мы их координируем, помогаем выбрать то или иное направление. Вот часто к нам приходят, говорят, у меня есть вот такая идея, что Вы нам посоветуете. Но мы иногда бывает, что отговариваем, потому что понимаем, что на сегодняшний день он не сможет. То есть он будет вкладывать какие-то инвестиции, капитал и не сразу увидит результат. А есть направления, как небольшие IT-проекты, IT-стартапы. Или же, например, поскольку развита легкая промышленность, очень часто предприниматели обращаются в другие соседние регионы, чтобы даже элементарные вышивки на их продукции и другие подрядчики им помогали делать. Вы в начале нашей беседы сказали о мерах поддержки для тех, кто занимается легкой промышленностью. Но мы знаем, что сегодня Карачаево-Черкесия – это признанный лидер в России по производству вязанных изделий, причем, что немаловажно, очень качественных. Скажите, как-то Вы помогаете предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности, осваивать рынки не только внутренние, но и зарубежные, поставлять товары на экспорт? Да, действительно, у нас предприниматели, которые в этой сфере работают, могут уже похвастаться тем, что вытесняют турецкие и китайские товары из рынков практически всей страны, поскольку качество и цена намного лучше, чем в других странах. Единственное, с чем мы столкнулись, да, мы их помогаем, продвигаем их за рубеж, но как только мы увидели санкционное давление последние несколько лет, мы заметили, что продажи именно за рубеж, они сократились. Сейчас у нас одна страна, куда в основном экспортируют наши предприниматели, именно в сфере легкой промышленности, это Казахстан, поскольку он такой же по климату, как и Россия, особенно в зимний-осенний период, наша продукция там очень хорошо идёт. Несколько экспортных контрактов мы подписали именно с Казахстаном, также есть небольшой тоже процент подписаний именно с контрактов зарубежных, с Белоруссией. Но тут у нас уже идёт детская одежда, если говорить только про лёгкую промышленность, если говорить про других предпринимателей, очень спросом сейчас у нас пользуются строительные материалы, это у нас такие на предприятиях и без гипс, и литокс, и черкес-стром. Потом ещё есть у нас предприниматели, которые производят строительные материалы, инструменты. Они тоже сейчас нам обещали экспортные контракты свои, поскольку мы их помогаем и сопровождаем, и находим поиск и подбор партнёров зарубежных, мы осуществляем. Туризм Карачао-Черкесии развивается семейными шагами. Мы видим, что с каждым годом к нам приезжает всё больше и больше туристов из всех уголков нашей необъятной страны. Скажите, Диана, вы как-то помогаете нашим ательерам? Самые востребованные услуги, которые у нас пользуются, это, конечно же, образовательные семинары, тренинги. Мы приглашаем высококвалифицированных специалистов, экспертов. Не так давно у нас серия круглых столов, тренингов и семинаров прошла именно по культуре сервиса, по ресторанному бизнесу, даже мы обучаем горничных, барменов, администраторов средств размещения. Это уже несколько лет, у нас 2-3 года пользуются очень большим спросом. Что касается именно услуги, мы также сейчас на полностью безвозвездной основе бесплатно классифицируем их объекты, поскольку это стоимость классификации, она не так уж и маленькая. И мы помогаем ательерам, отелям, особенно маленьким, небольшим, которые только начали свою работу, это Архейс, Донбай, помогаем классифицировать их объекты. И мы только классифицируем, то есть мы сначала проводим бесплатный аудит, аудит их гостиницы, что им нужно для того, чтобы классифицировать, потому что классифицировать каждый объект это невозможно. Там есть очень много, там большой чек-лист, где они должны соответствовать этой классификации. Классификация дается и без звезд, со звездами, и мы очень надеемся, что в ближайшее время все объекты на наших курортах будут классифицированы, потому что на сегодняшний день там процент очень, ну никак не очень, ну небольшой, это где-то 50%, поскольку они вот только начинают свою деятельность, у кого-то еще не зарегистрированы, кто-то еще там с землей у него какие-то вопросы нерешены. Ну и, пожалуй, последний вопрос. Какие интересные проекты собирается реализовать Центр мой бизнес Карача-Черкесе в ближайшее время? В ближайшее время думаем о том, чтобы создать при... Ну если, дай Бог, все получится, мы хотим при Центре открыть Центр креативных индустрий и Центр развития народно-художественного промысла, потому что эти два направления, они сейчас актуальны не только в нашем регионе, но и по всей стране. Вот и хотелось бы, у нас очень много не предпринимателей, а ремесленников, которые сейчас даже не находятся в правовом поле, и реализовать свою продукцию они не могут, поскольку нет никакого статуса у них. Вот хотелось бы специально с ними поработать. И, как я уже сказала, креативные индустрии, они сейчас тоже пользуются спросом. Это и мода, и дизайн, и немного и IT, и цифровизация. Вот хотелось бы, если говорить про новые структуры, если говорить про предпринимательские проекты, то у них каждый день очень много, каждый день мы наблюдаем, что они все разные, и поддержку стараемся оказать каждому. То есть у нас же еще есть поддержка фермеров, то есть тут мы тоже видим, какое развитие за последние несколько лет именно среди представителей сельского хозяйства, сектора АПК. И раньше эти представители данной сферы, они не только не хотели обучаться, они вообще не хотели даже в центр к нам приходить. И сейчас мы видим, как они понимают, что это не просто так, что у нас есть тоже направление по ним, и мы в прошлом году проводили всероссийский конкурс меда у нас при центре. В этом году мы его также повторим, поскольку приехали со всей стороны представители, там был очень крутой, очень серьезный конкурс, который длился три дня, и был выявлен лучший мед России. И второе место получил даже, по-моему, Корчай и Черкесия. То есть такая поддержка, она тоже нужна. Это если говорить про интересные проекты. Также сейчас у нас в планах провести мероприятия, несколько серий мероприятий для участников СФО, поскольку есть среди них многие, которые хотят, планируют начать свой бизнес, дело. Мы хотим для них разработать отдельные меры поддержки. То есть при обращении к нам, участников СФО, чтобы это было вне очереди, и комплексное оказание всех их потребностей. Так тоже будут возрастные ограничения? Нет, там возрастных ограничений нет. Ну что ж, Диана, благодарю вас за интересные подробные ответы и успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.